Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Третий крестовый поход, я играю за Польшу, день первый. Режим 10 на 10 человек, 10 игроков с каждой стороны, это команда крестоносцев и команда мусульман. Также в каждой команде есть командующий, то есть всего по 11 игроков. Поскольку условное перемирие закончится меньше чем за 50 лет, я подумал, что речь посполитую я не успею сформить, а потому вунию Литву я не принимаю, лучше будем кушать. Также на такое решение повлияло то, что братья мусульмане вместо большой орды игровой сделали Казань. Ну и самое главное, мы должны захватить Крым быстрее, чем это сделают османы или кочевники. По моему мнению, на старте Казанский хан должен был влететь в Большую Орду, но он этого не делает. Вместо этого он воюет с Нагайцами, Яркент и Чагатай. Как по мне, это стратегическая ошибка. И мы непременно этим воспользовались, однако в нашей команде тоже не без ошибок. Московия и Польша влетают в Большую Орду, но нужно было это делать в разных войнах. Поскольку у Большой Орды союзник Крымское ханство. Наша главная задача не допустить кочевников в литовские земли, поскольку прошел слух, что они и сами не против покушать Литву. Москва замирилась с Крымом и мне от этого ничего не перепало, а если бы влетели в отдельные войны, то Крым можно было бы закушать уже сейчас. С Литвой я провозился немного дольше, чем рассчитывал, но тем не менее кочевников мы в эти земли не пустим. Наша задача как минимум захватить Крым, как максимум пролезть на Кавказ и захватить горные крепости. Но мусульмане не дают нам это сделать, поскольку османы воюют с Грузией и захватили почти все за Кавказе. Именно поэтому я обратил свой взор на север, Бранденбург. Поскольку на юге мы пока что ничего не можем сделать, я объявляю войну Богемии. Конечно в обычной лиге, где Австрия и Венгрия мои враги, сюда влезть мне никто бы не дал бы. Тем временем Османская империя неплохо идет, но она хапает коалицию почти на всю Европу. Всю Богемию забрать не могу, тоже будет собираться коалиция, но пока основная ее часть висит на Османе, можно не опасаться, что она ударит по мне. В 1963 году я присоединяю Мазовию. С совместными усилиями с Францией он забирает Генуи, а также Салуза. Мне достается Генуэзский Крым. Не без ошибок можно было бы это сделать и раньше, но Крымское ханство отходит в состав Польши. Восточный фронт у нас у крестоносцев самый слабенький получается. Именно поэтому, чтобы как-то отодвинуть границы, мы захватываем Крым. В Черкесию на Северный Кавказ Московия пролезла, однако дальше в Закавказье нас не пустили Османская империя и Тимуриды. Тимуриды даже успели закушать часть Дагестана, но Каракаюнла не игровая, туда не сажали человека. Вот здесь у меня пока что немного печально, я снес все крепости на старте, они бесполезны, но возможно я погорячился. Также мне нужно перенести свою столицу в Берлин, поляки немного по-другому его назвали. И тогда можно будет не бояться мусульманских армий, они до меня не доберутся, по крайней мере до столицы. А так вариант, что они могут пойти через Польшу, тоже нужно учитывать. Топовые державы Мин еще не закушали, поскольку Айрат не игровой. Османы, мамлюки, Франция, Тимуриды, Польша, Англия, Кастилья. Пока в топе пяти три мусульманские державы плюс Иишка, католики немного отстают. Московия тоже входит в Восточный фронт и возможно ее вынесут. Однако псих говорит иначе, пускай попробует. Во втором крестовом походе Московию вынесли. Сюда помимо кочевников пришел Тимурид, было это непросто, но Москву они захватили. Доход пока скромненький, 22 монеты, 46 лимит армии. Кстати, псих, тебе не помешало бы снизить автономию. По ту сторону Восточного фронта, давайте сразу немножко мусульманские державы тоже посмотрим. Казань 13 монет дохода, лимит армии 30. Допустил ошибку, не влетел в Большую Орду, а так Крым можно было бы закушать. Но ему все равно достается Большая Орда и скорее всего Нагайцы. Узбеки 20 монет дохода, неплохо на уровне Московии, но Московия еще подтянет. 41 лимит армии. Где будут воевать Тимуриды, это под вопросом. 43 монеты дохода, лимит армии 61. Пойдут они воевать против Московии и Польши, либо пойдут на Балканы и в Анатолию. Но Тимуриды тоже темповая держава, идет неплохо. Давайте рассмотрим Центральный фронт. Это Османы и Мамлюки. Может быть другие мусульманские державы сюда входить тоже будут. Осман пока самый топовый, 65 монет дохода, лимит армии 65. Но в принципе так оно и должно быть 15 век. На Османах и Мамлюках сидят скилловые ветераны. Так что если католики и победят, победа не будет легкой, это точно. Мамлюк закушал эфиопское золото, немного Аравию кушает. Доход 47 монет, лимит армии 66. Тоже очень сильненький, но Осман немного опережает. Посмотрим Центральный фронт у крестоносцев. Венгрия, 21 монета дохода, в 3 раза меньше, чем у Османа. И 35 лимит армии, в 2 раза примерно уступает. Тем не менее Венгрия отыграла довольно-таки хорошо. Забрала Валахию и Балканы. Все, что он мог забрать в данной ситуации, он забрал, включая косовское золото. Босния тоже является его вассалом. Также Венгр помогал мне, Польше и Австрии. А вот и сама Австрия. 25 монет дохода, лимит армии 68. Так, если бы он был моим врагом, Богемию он бы мне не уступил бы, конечно. Похоже, что на Рейнланд у нас никто не претендует. Никто его активно не кушал. Пока центральный фронт не так уж и хорошо выглядит и, возможно, нас пронесут. По крайней мере, так может показаться. Тем не менее, у мусульман есть слабые стороны. Это Тунис. Доход 12 монет. Он уже почти 3000 монет долгов набрал. Самостоятельно он, естественно, никак это не выплатит. Лимит армии 20. Почему посадили игрока на Тунис? Чтобы не влезла Кастилья. Вот видите, Кастилец немного в Магриб залез. Это можно будет использовать как будущий плацдарм для вторжения. Так, на Западном фронте у мусульман также Марокко. 20 монет дохода, но, в принципе, для марокканца неплохо. Доход 23 монеты. Марокканцы забирают Сеуту, а также 4 провинции. Две из которых отходят их вассалу Маракешу. На Западном фронте очевидно, что будет Мали тоже сражаться. Вот посмотрите, Магриб уже открытый, первая сессия. Но благодаря союзникам, конечно же, Иберию он тоже видит. Доход 26 монет, лимит армии 29. Пойдут ли мусульмане в атаку в Иберию или останутся дефаться на своей территории, покажет время. Кастилия, вот эта вот крепость может быть полезной. А вот Дахра, ну такое себе, может быть лучше вот здесь крепость построить. Но это если будет вторжение в Магриб. Доход 26 монет для Кастилии немножко маловато. Лимит армии 43. Неаполь является вассалом папской области, но немного переборщили, как мне кажется. Возможно, лучше и выгоднее отдать было бы эти земли именно Кастильцу. Франция доход скромненький. Всегда страдает насчет дохода. Это слабое ее место. 28 монет, лимит армии 52. Но у него есть еще время, чтобы покушать Генуи. На папу посадили Тащера. Играть он умеет, повоевать хочет. 29 монет дохода, лимит армии 24. Но идет он неплохо, по доходу обгоняет Францию. А территории у него не так много. На Бургундии Даша сидит. Доход 15 монет пока что маловато. Лимит армии 27. Но когда она присоединит своих униатов и вассалов, у нее доход сразу подрастет. Англия 32 монеты дохода. Лимит армии 42. Но нас здесь больше флот интересует. Кстати, у мусульмана нет морских держав. Поэтому в Средиземном море, скорее всего, мы будем господствовать. Однако поможет нам это или нет? Микола на Дании 16 монет дохода. Лимит армии 30. Но, кстати, это тоже морская держава. Если успеет, в будущем перекатится в Пруссию. Именно поэтому ему отдали земли Тевтонского ордена. Также земли Ливонского ордена и Рига, скорее всего, ему тоже достанется, поскольку это торговля в Балтике. В данном случае Московии она не особо нужна, Польше тоже. Все-таки это командная компания и нужно как-то... Ну вот здесь мне уступает, а я уступаю здесь, к примеру. У мусульман есть еще богатая Индия, Бахмани. Доход 34 монеты. Лимит армии 37. Пока что он не видит даже Анатолию. Ему нужно решить эту проблему. Ключевые города для победы нужно будет мусульманам захватить Рим. А католикам нужно будет забрать Мекку. А это будет непросто. И Бахмани будет ее дефать в случае опасности. Более того, здесь можно будет построить сеть крепостей. Ну, например, в Медине, Табук. Это будет довольно-таки сложной задачей. Возможно, вообще миссия невыполнима. Сделали это потому, что в первый крестовый поход Иерусалим довольно-таки легко захватили. Бенгалия 22 монеты дохода. Лимит армии 26. Дела у него поскромнее, чем у Бахмана. И у него та же проблема. Он недалеко видит, но у него есть еще время. Ну что, парни, скажите, какое ваше мнение? У мусульман очень сильный центр. Это османы, мамлюки и тимуриды. Однако фланги у них не такие сильные. Казань и узбеки, мараканец и тунис. На кого делаете ставки? Кто победит? Отважные крестоносцы или братья-мусульмане? Напишите об этом в комментариях под видео. Ну а пока идет подготовка к войне, основной замес еще не начался. Люди хотят набраться жирку, набраться сил, а потом начать войну. Есть еще время поменеджить свои страны, а вы высказываетесь в комментариях под видео. Если оно понравилось, то поставьте лайк. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.